Вы смотрите программу «Губернии» и вот главная тема выпуска. В Иванове мальчик попал под поезд, а девочка выпала из окна четвертого этажа. Расскажем о происшествиях с детьми. Управляющая компания никак не реагирует, потому что мы же тоже люди, мы тут живем. С крыши дома, где живут многодетные семьи, упала глыба льда. Удар был такой силой, что повредилась переполненная выгребная яма. А управляющая компания ремонтирует глубокий резервуар, не торопится. Барс вмешался. В Кинишме в этом году достроят очистные сооружения. Этот масштабный объект позволит в три раза снизить объем загрязненных стоков Волгу. В области обустройства детских и спортивных площадок проходит при участии Ивановского предприятия «Плейка Рус». Хотя до недавнего времени предпочтение отдавали импортному оборудованию. Многие иностранные компании ушли, и мы активно начали замещать данное направление. В дни выборов президента разыграно свыше двух тысяч призов. Главную награду – автомобиль – забрала жительница Приволжска. Мы пообщались со счастливой обладательницей авто. Капитальный ремонт в общежитии «Агробиотеха» начался 18 марта. На начальном этапе идет замена всех окон. О планах на будущее расскажем через несколько минут. Прямо сейчас об этих и других событиях подробнее в прямом эфире Алина Марычева. Добрый вечер. Игровые комплексы, качели, горки и спортивное оборудование производят на ивановском предприятии «Плейка Рус». Продукция реализуется не только в Иванове, но и по всей стране и даже за ее пределами. Глава региона с рабочим визитом приехал на предприятие. Об этом расскажет Ирина Афонина. Компания «Плейка Рус» на рынке с 2010 года до недавнего времени работали на арендованных площадях. Производят оборудование для детских, игровых и спортивных площадок. Долгое время мы стремились к тому, чтобы переехать в новое уже современное здание. И в 2023 году мы уже переехали в собственное здание новое, современное. Здесь мы постарались учтить уже все наработки, можно сказать, даже какие-то ошибки прошлых лет. Производство игровых элементов спортивного оборудования в том виде, в каком оно сегодня, произошло не сразу. До недавнего времени заказчики предпочитали импортные аналоги – экологичные. Два года назад, когда иностранные производители стали покидать российский рынок, Ивановские оперативно улучшили свои качественные показатели. Участвуют в двух федеральных программах – формирование комфортной городской среды и умные спортивные площадки. Над игровыми элементами работают опытные дизайнеры. Создают как типовые проекты, так и на заказ. К примеру, нашли российских партнеров по производству лакокрасочных изделий. Растет спрос на продукцию. На настоящий момент мы реализовываем крупномасштабный проект с инвестициями более полмиллиарда рублей. И рядом, совершенно рядом, будем строить такой же цех, такой же красивый и комфортный, можно сказать, брат-близнец. Площадь объекта будет около 6 тысяч квадратных метров. В планах привлечение заемных средств программам государственной поддержки. Это и промышленная ипотека, и кредит на покупку оборудования. Срок реализации проекта – 23-26 года. К концу реализации планируют выйти на проектную мощность и создать 40 рабочих мест. Радует, что такие производства у нас появляются. Обратите внимание, цех абсолютно новый, построенный год назад. И радует, что работают с многими регионами. Это определенный знак качества. И, естественно, с нашей Ивановской области. Программа благоустройства территории будет продолжена. И губернатор выразил надежду, что именно наши производители обставят дворы и скверы. Ирина Афонина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Во вторник в нашем эфире мы рассказывали о ДТП на железнодорожных путях. Напомним, на переезде между станциями Малаховская и Фурманов легковой автомобиль выехал на рельсы прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновений сбежать не удалось. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших. Спустя несколько часов новое ЧП около шести вечера во вторник 13-летний мальчик попал под электропоезд «Ласточка». ДТП произошло наперегоннейшее вооружено. ЧП случилось вне зоны железнодорожного переезда. Машинист успел применить экстренное торможение, однако это не предотвратило наезд. Ребенка госпитализировали в областную больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Известно, что мальчик гулял недалеко от железной дороги с двумя несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства. Наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности. Даст оценку профилактической работе транспортной полиции. При наличии оснований примет меры реагирования. Транспортная прокуратура также напоминает, переходить пути можно только в специально оборудованных местах, не используя в этот момент наушники и телефон. И напоследок о еще одном происшествии. В Иванове из окна квартиры на четвертом этаже выпала семилетняя девочка. При падении она зацепила дерево. Предварительно известно, у ребенка сотрясение головного мозга. Она госпитализирована в областную больницу. Родители девочки в момент падения были дома. Дверь в квартиру была заперта. Мать ненадолго отлучилась в другую комнату. А когда вернулась, увидела, что дочери нигде нет. А дверь на балкон открыта. Выглянув, она поняла, что ребенок оказался на улице. По предварительной информации, девочка хотела выйти погулять. Но так как дверь в квартиру оказалась закрыта, она решила одеться и спрыгнула с балкона. Прибывшие на место медики предварительно диагностировали у ребенка сочетанную травму и ушиб головы. Она госпитализирована в ОКБ. С пострадавшей и ее родителями работают сотрудники полиции. Выясняются причины такого поступка. Ранее девочка неоднократно уходила из дома. Сотрудники ПДН проводят проверку. По данному факту обстоятельства и причины произошедшего уточняются. И еще одна страшная история. Жертвами вновь стали дети. В селе Новая Леушина Тейковского района 24-летняя мать. Троех детей вместе с сожителем систематически издевались над двумя старшими малышами. Пятилетним мальчиком и четырехлетней девочкой. Детей били руками и проводом от зарядки. Связывали их с собачьими поводками. Происходило это с января по июль 22-го года. В июне мальчик не выдержал и сбежал из дома. После этого семью поставили на профилактический учет. Было возбуждено уголовное дело. Мать детей осуждена на 5 лет и 2 месяца лишения свободы. Ее сожитель отправится в колонию общего режима на 5,5 лет. Об этом сообщают в региональном следственном комитете. Поговорим о других темах. Некоторые ивановцы продолжают жаловаться в нашу редакцию на неудовлетворительную работу управляющих компаний. Вот недавний случай. С крыши дома, где живут многодетные семьи, упала голыба льда. Удар был такой силы, что льдина повредила переполненную в грибную яму, которая до сих пор открыта и представляет угрозу. Когда управленцы приступят к своим обязанностям, выяснял Владимир Еремин. Проблемы в 10-м доме по улице Авдотинской начались после очередной смены управляющей компанией, жалуются жители. Стали замечать, что со временем дворник исчез, подъезды не убирают. Кровля худая, фасад трещит. Крышу от наледи чистить коммунальщики и вовсе перестали. В итоге случилось ЧП дворового масштаба. Крупная глыба проломила выгребную яму, которая располагается между подъездами. Управляющая компания никак не реагирует, потому что это прошло субботу, суббота, воскресенье, это был выходной. В понедельник, вторник мы звонили, потом приехала, видимо, кто-то дозвонился, приехала организация МЧС. Вот нам пригодили вот этой ленточкой, вот это белый-красный. Глубокая яма, переполненная источными водами, сейчас в открытом состоянии. С прошлой недели люди боятся угодить в мутный зловонный омут. Это единственное ограждение. На первом этаже три семьи, у нас у всех по трое детей, то есть многосемейные. Сейчас родители детей на улицу одних не пускают, да и сами ходят с настороженностью. Ледяные глыбы продолжают свисать над подъездами, да и яму ремонтировать некому. Коммунальщики за деньги не едут, а мужчин в доме почти не осталось. 10 февраля была отправлена заявка на ремонт козырька. Я конкретно звонила по поводу того, что у нас сосульки, у нас наледь на крыше, у нас сосульки очень пугающие были. Управляющая компания так и не появилась. Лично, вот у меня вот квартира, да, вот как раз вот эта вот яма, как раз, вот у меня 75,4 квадратных метров, да, вот. У нас управляющая компания берет, только она, она берет примерно 1700 рублей. Но это только она берет. Математика простая, в доме 12 квартир, в месяц получается сумма немалая. Но услуг за эти деньги не предоставляют. Люди уверены, что платят за воздух. Вот конкретно сейчас в этом месяце начислено 1300. И за что это 1300? Содержание общего имущества. Что же вы говорите? Вот нам тоже бы очень хотелось это знать, потому что никаких договоров, как таковых у нас с управляющей компанией нет. Дом, судя по выставленным счетам, обслуживает Ивановская УК Народная Компания. По телефону коммунальщики нам пообещали, что до конца рабочей недели выгребную яму отремонтируют. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». В Иванове в этом году завершат реставрацию кровли дома птицы. Здание, построенное в 1918 году, является объектом культурного наследия регионального значения. В прошлом году в Иванове начали реставрацию кровли 32-й гимназии на станционной. В центральной части сохранились тропильные конструкции пробетной решетки. Утраченные пришедшие в негодность элементы заменили с полным восстановлением изначальной задумки архитекторов и проектировщиков. По образцам сохранившихся элементов оконных блоков башни изготовили и установили новые. Укрепили смотровую площадку. Осенью дополнительно смонтировали подсветку башни-обсерватории. На этот год запланирован второй этап. Будут отреставрированы кровли обоих флигелей. Также с сохранением конструктивных и архитектурных особенностей. На эти цели выделено около 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Владимир Шарыпов. Теперь у нас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. Студенты и многодетные семьи платить будут меньше. Сегодня в выпуске расскажем о новых мерах поддержки в регионе. В Кинишме в этом году достроят очистные сооружения. Этот масштабный объект позволит в три раза снизить объем загрязненных стоков Волгу. В дни выборов президента разыграно свыше 2000 призов. Главную награду – автомобиль забрала жительница Приволжска. Мы пообщались со счастливой обладательницей авто. Вы смотрите программу «Губерния», и мы продолжаем выпуск. В феврале на встрече со студентами ивановских вузов молодые люди обратились к главе региона с просьбой продлить льготы на проезд в рельсовых автобусах «Орланах» в летние каникулы. Поскольку льготный проезд для студентов установлен только на период учебы. Старислав Воскресенский заявил, вопрос проработан. Такая мера поддержки начнет действовать в этом году. Также пакеты льгот предусмотрены для многодетных семей. Указ о федеральных мерах социальной поддержки многодетных семей президент страны подписал в январе 2024 года, отметил губернатор. В области также принят пакет региональных льгот после обсуждения на форуме. Сегодня я подписал несколько нормативных актов и проекты закона, и указ, соответствующий о принятии уже легализации этих мер. Вот одна из этих мер, у нас мы находимся на территории производства детских площадок, касается детских садов. Напомню, с 1 апреля родители из многодетных семей, независимо от дохода, полностью освобождаются от платы за детский сад. В Кинишме в этом году достроят очистные сооружения, которые также будут принимать жидкие отходы района и наволок. Масштабный объект вложит около 3 миллиардов федеральных рублей. Но впоследствии он позволит в ТРО сократить сброс точных вод в Волгу. Из Кинишме репортаж Татьяна Прокопенко. Небольшое рабочее совещание. В марте заключен очередной контракт и стартовал третий этап строительства Кинишемских очистных. Глава города вспоминает, попытки построить современные сооружения предпринимались еще в конце 60-х, но удалось лишь спустя полстолетия. И вот с июня 2021 года, благодаря поддержке губернатора, нам выделили финансирование. И с федерального бюджета мы вошли в программу, у нас проект «Экология». И вот приступили к этой работе. Вот если вы посмотрели два с половиной года назад, то здесь было чистое поле. Сейчас все основные объекты уже построены. Осмотр начали создание механической очистки, куда будут приходить стоки со всего города. Здесь из них удалят твердые примеси и частицы. Затем жидкие отходы попадают в первичные отстойники, а оттуда – в аэротенки. Их называют одним из главных сооружений этих очистных. Аэротенки предназначены для биологической очистки. Они у нас трехсекционные. В них смонтирована система аэрации воздушная. То бишь в них накапливается полезный ил, так называемый, который из себя представляет бактерией, скажем так. За счет этого ила, соответственно, и происходит очистка стоков. То бишь эти бактерии просто очищают водичку. Для них в стоках питательная среда находится. Но вот они этим питаются просто. Дальше еще несколько этапов очистки источных вод. На сегодняшний день готовность объекта оценивает 85%. Оборудование поставлено практически полностью, причем в основном отечественное. Ведется его монтаж. На Кенишемских очистных применяли современные технологические решения. К примеру, в том, что касается энергоснабжения объекта. Здесь построены четыре газопоршневые электростанции. Они обеспечивают очистные и электрической энергией, и тепловой. Очистные, получается, не зависят от городских сетей. В постоянной работе находятся две электростанции. Еще две в резерве. Технология сама строительства от бетонных работ до возведения зданий, сооружений тоже на сегодняшний день применены из самых, скажем так, передовых, что нам позволило, соответственно, сократить сроки строительства и строить это все в утвержденном графике непосредственно производства работы. В июне здесь начнут пусконаладочные работы. Сдать очистные сооружения планируют в ноябре. Они смогут перерабатывать около 20 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Этот объект – лишь часть комплексной работы по модернизации системы водоотведения Кинишмы и района. Этот проект вообще уникален тем, что мы объединяем в один комплекс не только город Кинишмы, а еще Кинишемский район, город Наволоки. На сегодняшний момент коллектор в Наволоках построен. И после строительства коллектора, который соединит очистные сооружения и коллектор Наволокский, и стоки сброса, которые сегодня идут в рельеф в городе Кинишем, они тоже будут подведены к этому центральному коллектору. Этот комплекс заработает на полную мощность, что позволит в три раза уменьшить объем неочищенных стоков в речку Волга. Новые очистные заработают после строительства Кинишемского коллектора и канализационных сетей. Работы также будут финансироваться федералами. Речь идет о 3,5 миллиардах рублей. Первые 500 тысяч область получит в этом году. Контракт выиграл Водоканал. Проект поддержан Москвой. Весь комплекс работ рассчитывают завершить в 26-м году. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Подведены итоги викторины «Любимая Ивановская область». Акция ежегодная и проводится Центром креативных решений с прошлого года. Викторина помогает привлечь внимание жителей к проекту формирования комфортной городской среды. Поучаствовать в лотерее в этом году можно было в дни выборов президента. 15, 16 или 17 марта. На специальных пунктах работали волонтеры. Они выдавали бланки, в которых нужно было правильно ответить на вопросы. Всего в викторине приняли участие более 140 тысяч человек. Разыграно свыше двух тысяч призов. Это бытовая техника, билеты на спортивные и развлекательные мероприятия. Ну а главный приз – новенький автомобиль «Лада Гранта». В этом году он достался жительнице Приволжска. Она работает налоговым инспектором. В понедельник девушке позвонили. В то, что звонок счастливый, она поверила не сразу. Посчитала это мошенники. «Сказали, вот мы спешим вас обрадовать. Совершенно не поверила. То есть сначала ощущения были, что вот какой-то развод. Но потом уже, когда перезвонил специалист непосредственно пообщаться по поводу получения подарка, уже вроде как бы ощущение действительно появилось, что это правда, что это произошло. Это действительно со мной. Немножечко все мы люди скептически относимся к подобным акциям. Кажется, вот кто угодно, но не я. Но действительно случаются сюрпризы». Дарья рассказывает, отправилась на выборы, чтобы выполнить гражданский долг. На подарки не рассчитывала. Во вторник девушке вручили ключи от новой машины. «Дарья, вручаю вам ключи от вашего автомобиля. Очень рад, что вы выиграли в лотерею. Чтобы вы пользовались этим автомобилем и получали от него удовольствие». Водительских прав у девушки еще нет, но она давно хотела их получить. Теперь появилось еще больше мотивации. В общежитии Верхневолжского агробиотехнологического университета, больше известном как Сельхозакадемия, полным ходом ведется капитальный ремонт. На начальном этапе меняют все окна. А какие планы на будущее, расскажет Юлия Семина. Этому общежитию больше 50 лет. За все это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. К нам приходят родители, приводят своих детей поступать. И у них такая ностальгия, несмотря на страшные стены, у детей шок. А родители говорят, у нас тут самые лучшие годы прошли. Год назад Ивановский вуз сменил учредителя. Теперь он находится под юрисдикцией Министерства науки и высшего образования. В сентябре 23-го его представители приезжали в Иваново и осмотрели здание. После увиденного решили – капитальному ремонту быть. Уложиться планируют в 150 миллионов. Работы в общежитии начались в прошлый понедельник. Основная проблема – окна. Студенты замерзали. Поэтому их решили заменить первым делом. Еще планируем в этом году, ну или в ближайшее время, даже не в этом году, отремонтировать крыльцо и мужские туалеты привести в порядок. Также мы еще меняем те окна, которые не в очень хорошем состоянии были. Они были поменены, но у них, к сожалению, есть ряд проблем. Видимо, некачественный был поставщик. И сейчас мы их тоже меняем. Общежитие рассчитано на 300 мест. Вместе со студентами и преподавателями Ивановского политеха разработали его дизайн-проект. Так, в планах для большего комфорта уменьшить спальные места. В комнатах будут жить студенты по два человека. Заменять будут всю мебель. Дополнительно хотят сделать тренажерный зал и учебную комнату. Поменяют пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Душевая пока что только на первом этаже. Но в ходе капитального ремонта помыться можно будет на каждом. А на этом месте уже 1 сентября планируют открыть столовую. Говорят, это минимизирует проблемы с готовкой. Предполагается, что эту столовую студенты агробиотеха будут делить с ребятами из мединститута. Цены, разумеется, будут демократические. Комплексный обед до 200 рублей. По соседству у нас медицинский университет, их общежитие. Мы поговорили с ректором и приняли решение, что между нашими университетами должна быть хорошая площадка. Она должна быть спортивной для того, чтобы студенты проводили время активно. Поэтому мы бы очень хотели обратиться к нашим властям города для того, чтобы они нас поддержали. Студенты рассказывают, об отремонтированном общежитии мечтали долгие годы. Я живу в общежитии уже 4 года. Изначально это, конечно, был ужас, когда сюда заехали. Сейчас изменения колоссальные. Мы очень благодарны Екатерине Евгеньевне за то, что у нас наконец-то нас услышали. Даже заходишь в общежитие, сейчас оно живет совершенно другими красками. Видно, что какие-то изменения 100% происходят. Всего в ВУЗа три общежития. Два других в Богородском и на улице Тимирязева. Первое передают государственной компании Дом.РФ. Потому что от города оно находится далеко. Общежитие на улице Тимирязева закрыли еще 7 лет назад. Оно рассчитано на 700 мест. Там тоже сделают капитальный ремонт. Работы планируют начать в 2025-2026 году. Мы, конечно, без него не справимся. Потому что мы планируем наращивать контрольные цифры приема, увеличивать количество бюджетных мест. У нас сейчас есть колледж. И мы открыли еще 4 направления подготовки в этом году. Конечно же, ребята будут приезжать с разных регионов и с разных районов нашего города. Поэтому для нас это очень важная история. В общежитии хотят сделать квартиры для преподавателей-студентов. Еще в планах открыть агролицей. Предполагается, что иногородние школьники будут проживать именно на улице Тимирязева. А уже к концу 2024 года в планах частично завершить ремонт в общежитии на Вележской улице. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Теперь о погоде. Расскажем, какие температуры обещают синоптики на ближайшие сутки. С 18 по 31 марта в Унедоме прозрачные скидки. Товары из стекла по оптовым ценам. С Унедомом все просто. В четверг в регионе нас ждет ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 7-9 градусов. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр штутного столба. Влажность воздуха 45%. К прогнозам синоптиков существенного повышения температуры стоит ждать уже к выходным дням. Воздух прогреется до 10 градусов. Текстиль на дачу. Теплица в придачу. Дачный сезон в текстильном центре Рио. Дарим 100 тысяч рублей теплицу и другие ценные призы своим покупателям. Чем больше чеков, тем богаче урожай. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Если у вас есть тема для репортажа, интересное видео или замечания, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» и в группы Барса в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Также обращайтесь с мессенджера, телеграм, вабер, ватсап по номеру, который видите на экране, или звоните по нему. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok